Сегодня не стала журналистой и писательницей Валентины Ивановой. Пожалуй, нет человека в нашей профессии, кто не был бы знаком с Валентиной Андреевной, не восхищался ее работоспособностью, мастерством и любовью к своему делу. Помнят ее и сотни тысяч радиослушателей и читателей, для которых она работала до последнего дня. Удивительный но факт. Журналистка и писательница всю свою творческую жизнь, рассказывающая Чуваши и ее столицы, родилась и выросла вовсе не здесь. Больше того, оказывается, и по специальности Валентина Андреевна не журналист. Но в Чебоксарах она обрела и вторую родину, и профессию. Я по профессии не журналист. Я учитель-филолог, учитель русского языка и литературы. Когда муж приехал сюда, на свою родину, в Чувашии, мы вместе учились на одном курсе. Он журналистику кончал, и он в редакцию советской Чувашии. Я свободный диплом ходила, искала. В школах работы не было. И целый месяц я страдала от безделья. И в это время получилось так, что на Чуваши радио оказалось целых два свободных места. Валентина Иванова за годы работы на радио подготовила сотни интервью и очерков. Вела репортажи о полете в космос Андриана Николаева. Иванова стояла у истоков создания радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Слушатели очень любили ее передачи. И она не скрывала секретов от молодых тогда еще коллег. Ты говоришь, вот, Лень, запомни, журналист должен обязательно удивляться чему-то. Вот если ты перестанешь чему-то в жизни удивляться, значит, ты кончился как журналист. И вот я считаю, что она была удивительным человеком, которая умела удивляться в этой жизни и удивлять всех остальных. С 1978 года и до последнего времени Валентина Иванова была корреспондентом телеграфного агентства Советского Союза, затем и Тартас. Многое из того, что происходило в Чувашии, нашей стране, да и за рубежом, узнали благодаря Валентине Андреевне. Ее уважали руководители республики и ее столицы. Министры, директора предприятий, коллеги. Мы гордились, что Валентина Иванова – первый в нашем цеховом братстве почетный гражданин города Чебоксары. Именно этому городу и его людям посвящена большая часть ее творческого наследия. Когда впечатлений и интересных знакомств накопилось слишком много, она стала делиться ими в своих книгах. Всего из-под пера Валентины Ивановой вышло более 30 книг. Еще не написано много, очень много, но хочется написать в том числе вот о ВИП-персонах, которые приезжали, и о разных случаях, которые бывали и оставались за кадром, о чем ТАСС не сообщал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова